Продолжение следует... Тут, конечно, не платье, тут вот такие стильные шмотки. Просмотреть можно Ctrl плюс левая кнопка мыши, вот я только что сейчас сделал так. Но вот что хотел бы я предупредить. Здесь никогда не стоит покупать. Потому что вот именно вот эти. Тайванские, предварный ряд кимоно. Вот это все не стоит покупать. Потому что здесь жутко загинают цены. Вот запомним самую маленькую цену. На турнюр 370 тысяч. И на кимоно 395 тысяч. Это самые маленькие. Тут еще, наверное, дороже есть. Я не уверен. Да, 500 тысяч. Вот самый маленький 370 и 395. Приходите еще. Никогда не стоит покупать. Потому что здесь парыги пользуются этим. Потому что новички не знают, где находятся вообще, где берутся эти турниры, кимоно. И этим они пользуются и загинают огромную цену. Вот я и покажу, где на самом деле можно купить. Вот это парение. Кстати, о парении. Это такая очень загадочная вещь. Потому что сначала я не понимал, как парить. Постоянно. Только начиналось парение, я сразу приземлялся. Ну, удобная такая вещь. Можно, например, с каких-нибудь склонов. Вот так парапарить. Вот как легко запомнить. Просто можно два раза нажать. Сейчас. Вот здесь склона нет. Ничего не получится. Да, мы сразу опустимся. Тут еще перезарядка идет. Вот. Вот это хороший пример. Я вот позже покажу. О, нет. Одна секунда. Черт. К сожалению. Но у меня еще второй есть. Но я его сохраню. Так, куда я собирался? Вот это вот храм мастерства. Здесь вот это все крафт. Вот лаборатория. Здесь алхимики. Алхимики. Дофига, конечно, народу. Вот. Потому что алхимию надо качать. Она полезна всем. Абсолютно. Вот ее и все качают, естественно. Вот второе то, что нужно качать, это кулинарию. Это тоже очень нужная вещь. Она будет не раз спасать. Не то, что спасать. Вот алхимия будет вас спасать. А кулинария будет вот такие делать штучки. Например, максимальное хп плюс 40. Или тут вероятность крита плюс 5 процентов. Или 10 сколько там. Ну, множество рецептов. И тоже очень полезных. Но это, конечно, все очень долго делается. Крафт это долгое дело. Но не совсем такое супер затратное. Сейчас пойдем дальше. Так. Я шел, хотел показать, сколько на самом деле стоят чурнкиры и кимоно. Вот здесь есть такое место, которое совсем не выделяется. Такие места. Вот элитный кузнец. Нет, здесь нет элитный кузнец. Может, у меня... Нет, здесь нет. Тут надо походить немного. И здесь мы найдем... Такое место. Элитными одеяниями. Вот, вот, вот. Вот. Тут даже кто-то заглядывает, смотрит, нет и убегают. А на самом деле здесь... Вот. Традиционные костюмы. Вот они. И вот вы видите... Вот этот турнир стоит 116 тысяч. А там самая минимальная цена была 370. Вот так вот и некоторые наживаются. Барыги. Вот сразу хочу сказать, что... Вот эти... Вот кимоно там сколько стоило? 390 тысяч. Вот они. Одинаковые абсолютно. Просто здесь кто-то может закупаться вот так и продает на аукционе по огромной цене. Вот еще здесь есть вот такие костюмы. Вот так. И внешний вид доспеха можно изменить. Вот, например, вот этот... Весь вот комплект можно изменить на один вот этот костюм. Это доступно только с 20 уровня. И теперь, например, вот эти вот... Кожные доспехи для тренировок. Если мы изменим, будет написано внешним нит изменен. Тут вот внизу. Вот так. Ну, сейчас, конечно, мы еще не можем не изменять предметы. И тем более не надо. Зал торжеств. Так, здесь вроде ничего особенного нет. Библиотека мудрецов. Тут тоже тут только квесты брать. Некоторые сдавать. Там тоже ничего особенного. Вот на вот этой верфи будет у маме, что ли, специальный квест из икралов. Вот, походу, это он и есть, этот квест. Я не помню, но он точно там, именно в том месте квест. И еще есть такие шляпы классные. Красивые очень, которые тоже загинают на них цены. Здесь даже посложнее, потому что... Вот тут смотрим. Маска. А, нет, тут то же самое. Вот. Головной убор. Ковбойская шляпа, смотрим. Тоже такие, чисто, чтобы изменить внешний вид. Шляпа капитана, очень даже клевая. Вот так вот. И на них тоже цены забивают очень сильные. А, это совсем уже потом на 50-м левеле. Эти вещи для сета Мирозента. Есть такой сет на 50-м левеле. Про него тоже есть уже гайд, так что я не буду рассказывать. Управляющий легионами. Ну, это вот штабик легионов. Здесь можно создать свой легион. Управляющий легионами. Вот, создать легион. Вот. Для создания всего лишь 11 тысяч. Это очень мало. Вот, и легион можно прокачать до 5-го уровня. До 5-го уровня можно прокачать легион. Первый уровень. Первый уровень так. Сходу, вот мы покупаем 11 тысяч. Второй уровень, это... Там нужно, кажется, 10 человек. Третий уровень нужно 20 человек. И сколько-то очков легиона. Существуют такие очки легиона. Например, если... Какой-нибудь человек из легиона Осмодианинов убивает. Или... В песне монстров. И эти очки ему идут. И еще в очки легиона. Вот так, например, и копятся очки. И что 5-й уровень. Там, надо, кажется, 2 миллиона очков. Или 1 миллион. Я точно уже не помню. Я вот раньше занимался этим. Мне хотелось создать такой легион хороший. Вроде все хорошо шло. Все нормально было. Было достаточно много человек онлайн. Человек 30. На этом вот сервере. Лантис. И потом... Просто я понял, что... Чтобы быть мастером легиона. Надо, конечно, очень... Много проводить времени в игре. И нужно... Ну, в общем-то, все проводить времени в игре. Остальное там уже мастерство. Лидер. Прирожденный лидер. Вот эти все штуки. Самое главное, надо много в игре проводить. А я тогда, конечно, не мог. И сейчас не могу. А я вот решил всех распустить. Так что, если вы хотите создать легион. И развивать его. Сначала нужно, конечно, подумать. Можете ли вы проводить много в игре. Как мастеру. А вот вступать легионы там и думать не надо. Тебе будут помогать. Вы-то не мастер. И... В общем-то... Думать там особо не надо. Просто в какой легион их сильный. Так-с. Теперь что еще? Здесь... Храм солнца. А... Ну, вот здесь прокат доспехов. Можно... Вам что-то нужно? На прокат доспехи взять. Но это практически не нужно. Ненужная вещь. Так что... Не обязательно. Совмещение. Можно совмещать. Некоторые виды оружия двуручные. И гримуары, кажется. Можно совмещать. Ну, это... Все... Тоже множество гайдов есть по этому. По этой теме. Так что можно посмотреть. Здесь мастер магических камней. Извлечь магический камень. А... Я тут доспех продал. А, нет. Нет, 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 нет. Как раз я забыл надеть кольчугу калиона. Вот она. Кожные доспехи для тренировок. Вот я сейчас покажу. Извлечь магический камень. Вот, допустим, мы не тот камень по ошибке вставили. Например. Ну, камень... На крит. Крит вообще нам физически, тем более, крит не нужен. Вот мы вставляем вот сюда. Не поместите сюда предмет, из которого хотите извлечь магический камень. Удаленный магический камень восстановить невозможно. Ну вот и все. Принимаем. Вот и все. Теперь у нас снова пустая ячейка для камня. Но камень мы, к сожалению, не получаем. Доброго пути. Вот так вот. Мастер божественных камней. Это только где-то с левела сорокового. Торговец материалами. А, вот этот торговец очень хороший. Тоже на нем многие деньги делают, потому что вот эти порошки первого уровня. Первого уровня всегда можно купить у торговца. Вот этого. Легко доступного. Второго и третьего уровня порошки продаются в землях балауров. Там есть специальные тоже торговцы. Второго и третьего уровня. Ну, чем порошки различаются тут? Немного увеличивают шанс заточки или вставления камня. Ну вот, на аукционе не стоит, конечно, покупать первого уровня усилителей. Потому что они будут стоить, например, вот первого уровня синий усилитель будет стоить 7000 на аукционе. Будет уже накрутка. Так что вот всегда надо запомнить, что они продаются здесь. Так, что тут еще? Здесь инструмент для извлечения. Это тоже. Вот сейчас я продемонстрирую, как вообще действует заточка. Это тоже потом. Ну вот, допустим, сейчас я не советую затачивать ничего, потому что начальные левелы, мы постоянно шмот будет меняться. Зато уже заточкой можно увлечься после 30 уровня. А так сейчас можно заточить, например, что-нибудь. Но эти вот камни нам достались по случайности, считай, потому что мы за них вообще не платили. Вот, допустим, у нас нет камней. Вот рукавицы, тиары. Или нет? Вот кожаный... Это будет очень маленького уровня камня. Ну ладно, без разницы. Кожаные доспехи для тренировок. Вот, нажимаем два раза на инструмент для извлечения. И левой кнопкой на кожаные доспехи. Вот мы получили камень. Уровня третьего. Это жутко маленький уровень. Такими никто не точит. И вот... Что хотел бы сказать. Точить, конечно, можно третьим уровнем. Как и не доспехи четвертого, допустим. Но шанс вообще никакой будет. Если, тем более, камень меньше. Никакого шанса не будет. Просто выкните камень зря. Вот, если уровень не указан, это значит неизвестный уровень. Потому что вот здесь можно использовать четвертого уровня. А тут можно использовать любого уровня. Считай, тут уровней нет. Это уж как заточится. Вот, допустим, здесь вот этим камнем мы ничего не заточим. Вот тоже вот возможно мы сапоги заточим. Возможно еще. Это маловероятно. О, нифига себе. Вот повезло нам. Мы заточили на плюс один. Можно затачивать вплоть до плюс пятнадцати оружия и доспехи. Так. Вот. Ну вот, допустим, у нас есть шестнадцатого уровня камня. Мы хотим заточить посох. И рекомендую точить всем вот, например, например, эти кожаные перчатки белого цвета. это самые простые предметы четвертого уровня. Их можно заточить, например, седьмыми камнями или шестыми. Потому что четвертого уровня где-то на два-три больше. Но белые предметы совсем не советую точить, потому что это на то и белые предметы. Такие самые простые. А вот зеленые это уже более хорошие. Их уже можно заточить. Ну, да, их уже можно заточить, например, на плюс два, плюс три, там. Ну, это уж как хотите. После зеленых идут синие предметы, после синих золотые. И после золотых самые лучшие предметы это рыжие. Такие темно-оранжевые примерно вот такие. Вот такого цвета. Ну, так вот. Надо заточить посох пророчества. Сейчас как нам повезет. Ну, зеленые предметы советую точить где-то на пять уровней выше камнями. А шесть на пять. Довольно хорошо точится. Я слышал, что в линейдж-2 жуткая заточка. Там ломаются предметы. Там все орут от негодования прям молятся аж чтобы заточилась. Но здесь не так все жестко. Даже если бы сейчас не заточилась, заточка упала бы на один уровень, например, вот мы с плюс-2 хотели заточить на плюс-3. Не получилось бы, было бы плюс-1 упало. И предмет не ломается. Посох не ломается, но камень конечно исчезает. Ну, вот нам сейчас очень повезло, на плюс-3 заточили. И заодно плавим камушка-2. на силу магии. Хотя чародеем больше на крит. Я по чародеям гайды не читал, но вроде кажется на физический крит. Я совсем забыл, что я чародеем играю. Думаю, как всегда целителем. гайды гайды